Здравствуй, дорогой друг! Начинается апофеоз Альфа Полярис, последняя, четвертая, заключительная ночь. Я уже играю не через Steam, игра глючит, вылетает, поэтому как есть, так и есть. Пойдем, проведаем жителей станции, что же здесь произошло. Ох ты, палатка Тули. Здесь что-то таки произошло. Очевидно, в общем-то так. Идем на кухню, поскольку посиделки все там, как я понимаю. Или что ты там захочешь. Неважно. Мы можем хоть сейчас встать на лыжи и отправиться в путь. Я уже ответила нет. Вот так вот, да? Угу. Что тут происходит? Ты не спишь. Как ты себя чувствуешь? У меня все болит. Что случилось? Ты попал в аварию на грузовике и почти замерз. Но сейчас ты в безопасности. Пока Нова вчера ночью спасала вашу задницу, Криан окончательно сошел с ума и начал крушить все вокруг. Верный Тули. Мне пришлось колоть ему морфий, чтобы успокоить. Но связывать я его не стал. А теперь он пропал. Вместе с Шауменом. Надо было связать Тули. И в некотором смысле виноваты в этом вы. Конечно мы. У меня тут вообще не было, а виноват я. Может быть вы все же расскажете мне, что же на самом деле случилось? Тули с Эллом пропали, а вы ничего не слышали? Ну все, хватит. Сейчас ты у меня получишь. Изнеженный мальчишка. Если бы не Руны, Тули застрелил бы тебя. Здесь люди умирают. А у тебя голова набита все тем же дерьмом. Мы с Руной как-нибудь найдем выход. А ты можешь хватать свои лыжи и проваливать к чертовой матери. Пойдем, Руны. А этот пусть делает, что ему в голову сбредет. Нова, подожди. Блеск. Ну, поганенький парнишка, поганенький. Подождите, пожалуйста. Вы совершенно неправильно меня поняли. Я хочу вам помочь. Это вы называете помочь? У меня... У меня просто не было никаких кошмаров. Я все это вижу несколько не так, как вы. Везет вам. Счастливый мужик. Видел бы такие там чудеса. Разгулявшегося мозга нам демонстрируют. Организм. Так, ой. Записанная книжка. Что-то новое появилось. А что новое, вот мой лапается. Очень странно. Очень непонятно. А, кстати, нет. Ну, ладно, не суть. Так, Элк пропал. Значит, его на станции нету. Пойдем к Нове. Может быть, что-то посоветует, она скажет в лабораторию. Ну, что ты мне скажешь? Давай поговорим. Прости, что я тогда так с тобой себя вела. Когда эта тварь ночью искала меня, я подумала, что умру. Или чего похуже. Даже так, да. Еще ребенком я слышала страшные истории про Виндига. Когда мы утром об этом говорили, я просто хотела вытеснить эту мысль из своей головы. Ты простишь меня? Не надо извиняться. Ты мне ночью жизнь спасла. Но я не поддержала тебя в споре с Алистером. Важнее то, что мы будем делать теперь. Нам нужно повторить все, что мы знаем об этой тваре. Виндига, или как она там зовется. В нем нет ничего человеческого. Я знаю. Я видел его вчера ночью в расселении. Почему он здесь? Впервые мне приснился страшный сон, когда Эл вернулся из расселены. Мне тоже. Логично. А с Бурей что? Как раз той ночью началась Буря. Интересно, кстати говоря, портал. Мне кажется, что Буря это нечто вроде завесы или портала. Похоже, призрак каким-то образом заперт за ней. И использует ее, чтобы проникнуть в наши сны. Возможно, он пытается заставить нас делать что-то, потому что сам физически не может проникнуть сюда. Ты прав. Он пытается установить над нами контроль. Мне кажется, его зов сначала повлиял на белых медведей. Ночью, когда вернулся Эл, они собирались у расселены. Чего бы он не собирался делать, рано или поздно он нас сожрет. Если он действительно вышел из расселены. А что конкретно ты видел внизу? Следы древних ритуалов. Каннибальских, жестоких ритуалов. Если верить мифам, такие ритуалы притягивают Виндиго. Значит, он пришел и истребил все племя. Вероятно, ты прав. Справедливо. Как ты думаешь, каким образом Эл освободил сидящего в глубине призрака? Его можно вернуть обратно? Думаю, дух каким-то образом связан с костями. Я их уничтожу. Вместе со шкурой. Ты можешь это сделать прямо сейчас? Единственный вариант – кремировать их. Я соберу все, что для этого нужно. Скоро увидим, получится или нет. У тебя что, чувак, свой маленький крематорий, что ли, есть? Потому что кости ты просто так не сожжешь. Ну что же, пойдем жить кости. Так, я помню, бензин стоял в гараже. Начнем, пожалуй, с этого. Так, на улице были импровизированы... Типа бочки такой, да? Бочка, точно видел. Правильно, значит, видел. Не ошибся! Ну что ж, попробуем сжечь в бочке. Чирик. Хорошо горит. Но не поможет, мне кажется. Ничего не получится, Кнутсон. Точно. При такой температуре кости не горят. Нужно более жаркое пламя. Например, можно использовать термитную смесь из алюминия и окиси железа. Но, чтобы эту смесь зажечь, понадобится магний. Так. Спасибо. Окись железа – это у нас что, типа ржавчины, да? Магний. Что-то я, по-моему, внизу видел. На бочке. Вот тут, по-моему, мне кажется, я видел. Вот здесь вот. Сейчас посмотрим точно. Подотачает коррозийный насос состоит из цинка и магния. Точно. Но как раз магнит и нужен. Так, собрали. Так, здесь магний. Ой, окись, окись, окись. Помните, ржавые бочки стояли? Вот. С них мы получим ржавчину. Ага. Алюминий... Посуда, допустим. Типа сковородок что-то такое может подойти, я думаю. Вполне. По шуму бы и нет. Так. Скородка из алюминия. Берем сковородку. Ну, понятно, что сковородка с вот этой хренью гореть не будет. Надо что-то с ним придумать. Пошли в гараж, посмотрим, что можно с ними сделать. Так. Сверлильный станок. Инструменты. Шлифовальный станок. Ну-ка попробуем. О! Сработало. Курасата, что еще сказать. Мы пересточим, получим пыль. Металлическую. Да. Взять можно? Ну-ка так. Ладно. Анодный протектор тоже мы сейчас на шлифовальном станке отшлифуем до состояния пыли, чтобы взять оттуда магний. Теперь у нас есть ржавчина и есть какая-то пыль. Полырежет немного ржавчины. Так, ладно. Швабрый. Давайте соберем все это дело шваброй. Швабрый, видимо, дистанционно перемещается по комнате. Даже мне надо к ней подходить. Она руку подняла. Пэм! В руке уже это... Либо чудо, либо фокус. Так. Сейчас я здесь сохранюся. И выходим на улицу церемоли... Церемоли... Блин. Церемолиально сжигаем оставшиеся кости. Используя нехитрый прием, который нам сказал этот чувачок. О, какая температура, да? Сплавило все к чертовой бабушке. Есть. Получили. Дальше что скажет? Турист Элом ушли, но должны были остаться какие-то следы, намеки на то, чтобы понять, что произошло. Пойдем посмотрим, что у нас вокруг станции происходит. Тут чего? Ну, здесь понятно, что все, черта мать, сгорело. Ничего пока не видать, да? Угу. Так, дальше. Мне это не нужно, но, может быть, пригодится потом. Потому что не просто так наводится, я думаю. Тупольный бак, бензонасос. Антенна, опаньки. Бедный Тули. Печаль, тоска. Мир вашему дому. Жаль. Только этого не хватало. Бедный парень. Не говори. Я вчера с ним разговаривал. Казалось, что он почти сдался. Криан так и не смог привыкнуть к местной жизни. Вы были здесь всю ночь. Вы не слышали выстрела? Я ничего не слышал. Вчера Нова на снегоходе проехала прямо мимо его трупа. Почему она его не заметила? Оставьте ее в покое. Она и так достаточно страдала. Не делайте вид, будто ее защищаете. Она может говорить что угодно, но именно я несу тут за всех ответственность. Если это зависит от этого, я использую силу, чтобы остановить эту вещь. Даже на английском по-шлилой языке чувачок как разнервничался. Труп Теда Криана или Тули. Возможно, он все же встретился со своими снами. Покойся с миром, добрый друг. Жалко, жалко, пацаненка. Жалко, парень-то пострадал за непонятно что даже. Нужно выяснить, что случилось с Эллом. Пойдем снова поговорим. Может, она что-то подскажет нам. О, стемнело, блин. Плохо дело. С тобой все в порядке? Нет, но я как-нибудь справлюсь. Я могу как-то помочь? Нет, как он умер? Застрелился. Дурачок. Я уничтожил Кости. Скоро узнаем, поможет или нет. Ты вчера видела что-нибудь, когда пришла сюда? Нет. Все остальные спали? Да. Я буду рядом, если я вдруг тебе понадоблюсь. Вот как все обернулось тогда печально, трагически. Такая вот, прям вот, атмосфера такая гнетущая все-таки на станции. С тобой все в порядке? Нет. Нет. Но я как-нибудь справлюсь. Санта скажет нам еще, как дела. Да, Курзарин. Ты знаешь, кто это был? Нет. Но подозреваю, что Тули. Как дела? Смертельно устала. Хороший вообще вопрос. Как дела? Я буду рядом, если я вдруг тебе понадоблюсь. Нормальный вопрос вообще, да? Но практически обессилела. Она долго не продержится. Ну, собственно говоря, как и мы. Итак, надо Элла найти, да? Ну, что, пойдем искать на станции, что случилось. Может быть, найдем мы подсказки у Элла в комнате. Так, заперто. Комнату Элла. Так, это что за ключ? Ну, это тот, который мы уловно открывали. А вдруг он сюда тоже подойдет? Старый там киборь. О! Красота. Все, одним ключом открывается, да? Что здесь есть такое? Вертолет. Так, это чинук. Раскрашенный не относится к сильным сторонам Элла. Я не знал, что он предпочитает русскую классику. Так, это что такое? Средство двухкладки волос. Понятия не имел. Не имею для чего это нужно Эллу. Он же лысый был. Сколько на листу тут, наверное, подсказка есть. Я выпустил его. Это моя вина. Может быть, если я найду, он уйдет со мной. Не ищите меня, Эл. Что ты там найдешь-то? Ну, спасибо русским переводчикам. Молодцы. Так, ночь будет холодной. Снаружи уже минус 27 градусов по Цельсию фотографии. Кажется, это была покойная жена. Другой фотографии, наверное, первая станция Полярис. Так, понятно. Все. Дальше. Дальше. Теперь мы выяснили, по крайней мере, куда он делся. Вот. Так что пойдем теперь, наверное. Нужно рассказать остальным про записку Элла. Ну что ж, пойдем расскажем. Мне нужно поговорить с вами об одной вещи. А какой? Давай так. Я сжег кости. Хорошо. Что теперь? Теперь мы будем ждать. Только сохраняем спокойствие, ага? Да. Читал, мэн. Ну, с чин. Странно, что вы не слышали выстрела. Можете думать, что хотите. Я со всем этим ничего общего не имею. Молодец. Я нашел записку от Элла. Сомневаюсь, что он еще жив. Он был таким же сумасшедшим, как и Тулли. Мы с моим отцом хорошо его знали. Я думал, она кажется куда сильнее. У вас ночью были кошмары? Саспенс такой, блин. Нет. Я вообще не могу вспомнить, что мне снится. Почти никогда. Ну, печально. И, в общем-то, даже, может быть, хорошо, что кошмары не помнишь. Кнотсон, пока вы не ушли. Как вы считаете, что это за тварь? Я не знаю. Она хочет нас убить? Или что-то еще? Может быть. А может быть, что мы просто стоим у нее на пути. Если у вас есть какие-то соображения, вы можете нам помочь. Я постараюсь кнотсон. Блин, нагнетающая атмосфера. Я вот что хочу заметить. Станцию-то расквасили гантельками. Теперь мы вообще полностью отрезаны от внешнего мира. Вот это уже нагнетает. Пойдем еще снова поговорим насчет Элла. Все плохо. Элл сбежал. С тобой все в порядке? Нет. Но я как-нибудь справлюсь. Конечно. Я нашел записку от Элла. Похоже, он вчера ночью отправился на ледник. Элл тоже видел эту тварь, да? Да. Видимо. Он ничего не сказал. Все скрывал. Это на него похоже. Мы можем пойти за ним? Нова. Ночью? Элл мертв. И скоро стемнеет. Если мы сейчас выйдем наружу в темноту, мы все это переживем, Нова. Интересно, да? Как дела? Смертельно устал. Я хочу сказать, пока не видел тела утверждать, что человек мертв, как-то довольно странновато на самом деле. Так, что скажет чувак? Мне нужно немного поспать. Ну, пойдем спать. Быстренько. Быстренько, быстренько идем спать вообще прям. Чирик. Это что еще такое? Что за такое? Ты же сказал, что будешь рядом, если я захочу поговорить. Посидишь со мной немного? Тебе уже лучше? Все остальные знают, что я росла в бедности. У меня не было никого, кто бы меня защитил. Мне всегда приходилось быть сильной. Но сейчас у меня впервые в жизни такое чувство, что я этого не могу. Руны, я на грани. А что, если Виндига снова придет, а я буду слишком усталой, чтобы сразиться с ним? Наверняка сначала он примется за нас. Я думал, я помру в той пещере. А тебя ну никак не назвать слабой. Ты из нас самая сильная. Стронг вумен. Скорее уж стоит беспокоиться из-за меня. Я видел во сне страшные вещи, Нова. Я что-то сделал с тобой. В это нельзя верить. Он ничего не делал. Потому что эта тварь хочет, чтобы ты в это поверил. Вот. То есть ты не боишься, что я могу что-то с тобой сотворить? Нет. Тебе лучше остаться со мной этой ночью. Чтобы ты всегда был у меня на виду. Завядочка. А что с Алистером? Между нами больше ничего нет. В том году мы встречались, но я положила этому конец. Ах вот, ну что. В прошлом у него были травмы, похоже, моей. Вот уж. Видимо, не просто с самого раннего детства конкурировать с собственным отцом. Но ты не такой, Руны. Ты самый честный человек, которого я знаю. Я до смерти боюсь, Нова. Да. И все равно у тебя хватило смелости взглянуть правде в глаза. Останься со мной. Ну что, ребятки, останемся? Я чувствую, что тогда тут плюс 18 не будет, если мы останемся. Ну, ладно. Если ты этого действительно хочешь. Знаешь, если мы выберемся из этого кошмара живыми... Да, когда мы выберемся. Когда, а не если. Правильный постановка вопроса сюда, когда. Ооо, шпили-вили. Ну, в принципе, это ожидаемо. Что тут сказать? Ооо, какие тела. Просто реалистическая картинка. Ооо, просто. Ладно. Придется замазывать, наверное. Чтоб за сиськи не забанили. Хотя, чё. Страшнее будет вещь. Вот, например. Кажется, я слышу его. Нова? Здесь чертовски холодно. Он не исчез. Он все еще здесь. Да, дерьмовое положение вещей, как ни посмотри. Свет выключился. Все будет хорошо, Нова. Я скоро вернусь. Заприси, никого не впускай. У нее шок. Он все еще здесь. Свет выключил. Все. Понятно. Дубляж, дубляж. Погнали. Сейчас просим Алистра, в чем мы будем держать дальше. Только попробуй войти. Я тебе череп снесу. Это я. У нас свет выключился. А, черт. Это вы? Я... Мне нужно немного подумать. Идите и попытайтесь запустить генератор. Короче, видимо, чувак не договаривает что-то. У него тоже какие-то глюны идут. Но он это отрицает, во-первых. Это раз. А вторых, боится. Генератор. Инструменты. Так. Запускать генератор. Чтобы запустить генератор, наверное, нужно сначала хотя бы на улицу попасть. Кстати. А что там у нас в стуле? Твою мать. Его руки. Они отрублены. Ё-по-расоте. То есть какая-то хрень тут бегает, отрывает все, что не по поди. Это уже страшновато. Я бы на улицу побоялся выходить сейчас. Так, блин, ладно. Надо делать дело. Погнали. Генератор у нас был где-то там. Вот он. Шкаф генератора. Открываем и смотрим, что там. Почем. Так. Воздушная заслонка. Переключатель. Рычаг для управления передачами. Так. Трубка шла. Подача антифриза. Ой, топливо, наверное, все-таки не алло. Ага, пока, значит, ничего такого нету. Выходим. Вентиль. Шлаг подачи топлива. Клапан закрыт. Так, открываем клапан. Ну, справедливо. Вот бочонок-то это большая. Канистра. Открываем. Склад генератора. Открываем. И пытаемся запустить. Так. Стрелочки появились вроде бы, да? Так. Открываем. Так. Тогда что-то непонятно. Шлаг подачи антифриза. Как эта хрень работает? Должна. Так. 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 Снова тогда. Во. Поехала. Ни хрена себе. Вот блин. Вот хреновать. Аппаратура блин. чертова дерьмо опа чё за дерьмо нормальный вариант алистер генератор снова заработал ты чё курился чувак не стрелять это я ты что ты с ней сделал что ты сделал сделал что я сделал я нашел в коридоре и останки кровь но волочь что с ней и ненавижу эти кошмары ненавижу их скажи мне что с новой нет я больше не буду слушать ложь с меня хватит ты там замерзнешь ты дьявол жизнь вообще кому я в самом деле причинил ей зло нет это виндига хочет чтобы я так думал но теперь это уже не имеет значение сейчас начинается в чертовски холодно либо я замерзну на завещая по меня зону по алистер ах ты хрен живой это община л 100 окринуть алистер который в леску вообще жесть так закрыто я припоминаю что в гараже было то ли люк то ли окно через который можно было поролезть но когда мы первом дне сюда залезали вот эта крыша она обледнела слишком много льда может скатиться вниз солнечная панель блин надо что-то искать начало пошли по вокруг станции пройдем может быть что-то найдемся себе для использования подушных средств шприц о взять можно в этот раз блин вот какая фигня творится дичь дикая теперь у нас есть шприц пустой шприц деревянная палка хрень какая ладно пойдем дальше нам шприц и это ничего не даст все равно на счет еще поискать и что такое кошки их принесла нового с места варе что самое интересное когда мы нашли тули кошек не была какая-то дичь дикая творится таком их на себя можно 1 на 5 теперь это строил мне нужно попасть на станцию теперь у нас есть кошки мы можем лезть по пледенелой крыше залезаем на крышу полезет так залезли а вот и люк люк замерз попробуем в этой зажигалкой зажигалка не даст достаточно тепла ничего не получится невозможно не пролезет за мощную скважину так есть одна у меня догадочка не знаю сработает она или не сработает ну давайте попробуем мы когда генератор пытались зажечь запустить там была трубка с антифризом чисто в теории антифриз не замерзает значит можно пустом шприц попробовать набрать и использовать на люк может быть что-то даст если нету добавить какой-то другой вариант тошняк пока только лучший вариант вот что могу предложить так ёшки макарёшки заработала это мой способ попасть гараж так красота и так нам удалось таки попасть внутрь алистер застрелит мне нужно как-то его отвлечь а потом разоружить как же мы будем его отвлекать то бензин 20 бензин подожжем невозможно так что тут можно пощупать инструменты что там инструментов есть гаечный ключ пошуметь гаечным ключом ничего не приведет так лестница о можно подняться пять часов наверху так инструментом мне отсюда ничего не нужно нет нельзя не получится на люк ведет на леденелую крышу не так толкнуть ничего не получится нет ну-ка масса слишком мало чтобы нанести настоящий ущерб ну давай гаечным ключом шарах на конце концов правда пошла дара так теперь мистер алистер должен прийти если ты попытаешься войти сюда я тебя убью страсть какая ну все еще труп точно головы ударился еще и насмерть его за 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 фигачил револьвер это нам пригодится так его я убил так пойдем посмотрим вот сюда туля на месте еще изумеченный труп они отрублены блин где может быть л оку отца поперся на улицу дать посмотрим снова с не снаружи мы пришли его там быть не могло то что-то хрен все закрыл так давайте проверим все помещения сначала для хотя тут этот этот черт был все время значит никого не может не быть в общем вариантов особых нет да так ладно тогда сейчас еще здесь посмотрим в комнату элла может быть там спрятался так и вот тут нету а комната новая тоже нету а куда же делся то нужно эти элла прежде чем повредить новин в моей комнате точно в нашей комнате его нету как-то за бортом минус 38 ни черта себе температурка ну а здесь то вообще смысла не смотреть блин у меня есть одна догадка догадка заключается в том что надо посмотреть на план станции возможно это даст нам хотя бы какую подсказку хотя бы хотя бы хотя бы хотя бы так вот она в план станции где-то мы что-то выпускаем потому что все мы обшарили вроде бы когда вот она получается значит лаборатория коридор дорожное помещение склад мы уже видели водный насос он как бы ниже располагается вот он а где он где-то он должен быть внизу там же где и есть у меня одна догадка о кстати не заметила нифига символы со шкуры наверное л потерял фигурка вендиго наоборот дыра в сердце закрашена человек очевидно это человек но тут чего-то не хватает фигурка вендиго наоборот дырка все дыра в сердце закрашена сердце это человеческое сердце так а это чё за хрень первый символ перекрещивающиеся v-образные формы на гору похоже да ну ладно пускай так хорошо рассели на сердце последний или первые символы человеческая жертва вот получается чтобы призвать вендиго нужна еще человеческая жертва в той расселине которой они были эл не мог отнести обратно к расселине логично полагаем не надо этим подумать ну мы как уже могли по карте здесь только одно где здесь вот где хотя крышка насоса внизу находится плавильная печь ну как вариант палкой невозможно прицом но чем получится внизу находится плавильная печь бы ничего делать-то крюк для мяса может быть переснять можно нифига себе использовать на люке так вот ну как даже так ну сумасшедший чувак здорова ах ты некрофил хренов эл я знаю что ты задумал я знал что рано или поздно ты это поймешь страсть поэтому вчера мне нужно было спуститься сюда в своих снах я заглянул за завесу неба я увидел истину а я вижу тут только убийство и безумие как бы это я взял тебя под свой контроль он возникает благодаря злу и коварству этого мира точно мы насилуем арктику а что мы предлагаем взамен ничего точно так же как и тони юки поэтому он заговорил со мной поэтому он избрал меня меня искателя нефти шизофрения какая ирония этот алтарь представляет собой кучу убитых и съеденных каннибалами людей как можно утверждать что это спасет арктику благодаря этим телам он обретет на физическую акнефти короче видать после последнего ритуала он выступит из-за завесы неба и вновь ступит на землю не хватает только сердца нет новую я заберу с собой подумай что ты делаешь это твой шанс спасти белых медведей ты говоришь об убийстве больной ублюдок да точно матафак ты охренел жри жри свинец паскудник ну хорошо тогда он получит мое сердце все чувак поехал короче ты хочешь последовать за этой тварью в ад я всего лишь сосуд ну все он тоже конечно съехал как-то этого ньюки головой уже говоришь с ума сводит вот в общем то так случилось ушло т-800 закончил свое существование глазки потухли ну опять начинаются луны секунду я должна попрощаться с этим местом знаешь тули отсюда в нескольких сотнях километров Да, по пути всякое может случиться Действительно Ну, я так понимаю, что это все Хэппи-энд, можно сказать Ребятки, ну, я надеюсь, что Было интересно вам посмотреть На прохождение данной Игрушки Неплохая игра Особенно, что она бесплатная В общем-то, есть тут сюжет такой Ну, графика, конечно, кривовата, согласен Есть все-таки свой какой-то такой шарм У этой вещицы и антураж Что-то такое имеется Вот, я поэтому, у меня что-то подобное Еще есть на аккаунте в стиме Если зашла игра То поддержи лайком Комментарием напиши, что-то более Похожее можно будет в будущем пройти Вполне Вот, и Если первый раз на канале Подпишись Не оставайся в стороне И Желаю Оставаться, в общем-то, с хорошими играми На одной волне До новых встреч Stay safe in Брудал И пока Ну, еще небольшой бонус Такой, да Значит, по достижениям Для, чтобы получить достижение Человек-барометр Это надо, ну, погодный человек Метеоролог Надо каждый день Когда встаешь Первым делом проверять Какая температура за бортом Также есть такое достижение Юанод Магавер То есть берешь Мультифункциональный инструмент Начинаешь тыкать вообще по всему, что хочешь В результате чего у тебя будет Как раз вот это достижение Следующее достижение Связано с Ружьем И усыпляющими патронами А конкретно Я сейчас покажу О чем идет речь Так вот Для того, чтобы получить Достижение Первое, значит, это Friend of a year Надо просто-напросто взять Незаряженным ружьем Навести на тули И нажать Обхохочешься Я знаю, что эта штука Не заряжена Это первое Вот мы получили Shooting blanks Второе Заряжаем И стреляем В тули Тебе сколько лет? Пять? Эта штука заряжена Идиот И получили Достижение Friend of a year Ну и немного О тех достижениях Которые вообще Можно тут получить Я просто не буду Так в общих частах Расскажу что и как Значит Percer Hero Это нужно во всех Загадках Которые встречаются В игре Давать правильные ответы С первого раза И тогда Получите это достижение Every day I'm Calculation Или что-то такое Calculation Как правильно У меня проблемы С этим делом В общем Треагуляцию Надо произвести С первого раза Правильно Это когда будем Второй миссии Да, второй миссии Искать Медведицу Получим это достижение Ветеринар Мы получаем Когда медведя ловим Ну автоматически Бутчер Это когда Делаем бомбу Аляску Ну то есть Это запороть Ее как капитально Просто максимально Хреново Сделать Окей Ну и сделать Это Практически Все соблюсти Только Там По-моему Не поджить Или что-то Че-то Типа Того Можно сделать Ну как Сделали мы идеальную В общем-то Вы уже видели Дорогими друзья Чтобы получить Манчис Это нужно Посмотреть В холодильнике На бутерброд Эла Ну это Автоматически Получаем Тру Джентльмены Тоже видели В общем-то Это надо В чемодане Ного Посмотреть На бюстгальтер Конец Понятное дело Это я тоже Уже говорил И Значит Very strong With machines Это с первого раза Запустить генератор В последнем Дне Про эти два Я уже сказал И Chief of Octane Это Тоже я уже Упоминал об этом Вместо Брэнди Использовать Бензин Для приготовления Бомбы Аляски Итак Дорогой друг Я надеюсь Что тебе Было Интересно И Посмотреть На мое Прохождение И полезно Вот эти вот Фишки Все которые Будут В конце Оставлены А остальное Благодарю тебя За просмотр До новых встреч Пока